всем привет дорогие зрители начинаем прохождение самого первого dlc к мафии 2 и выстрел для мафии 2 называется предательство джимми ну то есть не джимми предал а джимми предали кто такой джимми это вот этот лысый чувак похоже чем-то на нагиева чем-то очень старого нагиева наверно это нагиев так не молодой но какой-то он вот такой вот он ладно что у нас тут есть у нас тут есть много чего та самая первая dlc но мы проходим во вторым потому что что правильно потому что мне было интересней посмотреть что же происходит с персонажем которого мы знаем с джо а тут какой-то хрен лысый придуманный кем придуманный вообще непонятно туториал убили врага и вы получите за это очки ну смысле очки не забывайте что вы не получите ничего если будете убивать копов и гражданских вот такой вот мафиоза так как то у нас еще стреляет так ну-ка что-то мне это все не нравится так ребятушки за машиной прятаться не хочу это все за плохо все заканчивается что у да почему по мне стреляют ладно я устал туда так убейте несколько противников подряд чтобы получить множитель для очков чем больше вы их подряд убьете тем больше множитель вы получите и еще что тут видите таймер в правом верхнем углу чем раньше вы закончите миссию тем больше очков вы получите из таймер кончится миссия будет провалена ничего в этом нового для нас нету поскольку мы уже проходили миссию dlc с жо и там абсолютно тот же принцип ладно что у нас тут автомобиль я думаю что надо просто вылезти и разобраться с ребятами в принципе вот такой подход он больше всего упрощает жизнь в мафии первый второй да и в третий наверное тоже то есть если за вами погоня не надо от нее удирать остановитесь выйдите и все решите это проще чем пытаться отстреливаться на ходу тем более что не помимо как в первой мафии в третьей там худо-бедно что-то можно стрелять по моему куда-то только вперед что ли а во второй так вы и вовсе стрелять не можете может стрелять только ваш компаньон и то есть он захочет потому что если вы смотрели мое прохождение мафии 2 там была ни одна сцена где те кто посидели рядом со мной в машине с автоматами с пистолетами натрез отказывались стрелять по врагу и безведомой причины на самом-то деле ну ладно видимо глюк какой-то в принципе почему нет в играх подобного рода глюков хватает так вот это первый длц про какого-то джимми который работает ну да на гангстеров на семью и он не является членом семьи он является таким наемником для разной работы он таким низкосортным бандосом не ниггером тарку толкующим герач на углу чуть и не карманником конечно но таким достаточно мало уважаемым криминальном бизнесе просто просто киллер и конкретно джимми по ходу не сыскался славу какого-то супер крутого профессионала хотя не знаю по тому интро что было в начале такой как бы парень которому часто обращаются но ну но не более видимо и первое второе длц оно про джимми то есть первое длц это предательство джимми второе длц это месть виндето джимми то есть нас тут предадут в первом длц во втором мы будем мстить за наше предательство сюжетная линия растянется как я понял если здесь она вообще присутствует ну какая то присутствует точно какая именно это конечно вопрос такой get out ага знакомый домик кстати ну вот а скоро будет еще работка и мы выполним эту миссию на блестяще что у нас дальше туториал а чекни свою карту чтобы увидеть все доступные миссии позакончили эти миссии и история продолжится попробуй побить рекорды очков в каждой из миссий ты можешь убивать врагов уничтожать машины или гонять на высокой скорости чем больше ты все чем лучше ты все это делаешь тем больше будут твои очки в лидербордах ну в общем то да я это перевожу просто так на самом деле все один в один как в предыдущем длц про джо так и нам заплатили 50 баксов кстати мы убили сколько сейчас мы человек убили 8 10 за 50 баксов а я еще говорил что джо это бюджетный убийца нет джейми это бюджетный убийца просто для нищебродов киллер для нищебродов так легенда что у нас тут у нас есть бомбер смешан кто такие бомберы это наверное наверное эти байкеры с которыми помните мы разбирались когда играли в основную игру есть чайнис смешан то есть за китайцев с которыми тоже разбирались когда играли в основную игру а еще есть кард дилер мишенс и если я не ошибаюсь то это просто а знаете будем смотреть все подряд если я обнаружу что какие-то миссии настолько неинтересны что нет смысла их даже смотреть мы это пропустим но вот по dlc с джо несмотря на то что он занял один серий в принципе вышел достаточно долгим я бы не сказал что там были какие-то совсем дуршовые миссии которые нет смысла показывать по мне так там много всякого интересного было ладно у нас ближайшая миссия это китайчики ксоглазые да ну на давайте гашишаины эти пойдем к ним так ага это вообще как куда ехать недалеко интересно рубашки здесь придется так же часто менять как с джо квартиры непонятно есть у нас или нету вообще вообще холм есть здесь где-то вот значит должен быть гараж должна быть одежда вряд ли какая-то механика сильно будет отличаться от той которой мы привыкли уже в игре и в dlc про джо так ну что тут у нас миссия со звездочкой с китайской звездочкой давайте послушаем что нам скажут да нет блин так время подумать джимми там что такое там не знаю проблемка вышла с этими китайцами какая-то какой-то какой-то засранец по имени я хочу оторвать отрезать яйца иди фу и скормить их крысам ну ну сначала я хочу уничтожить его команду и спалить весь чейнотаун к чертям ну просто езжай туда и разнеси-ка несколько китайских лавок какой-то агрессивный пацанчик да я так понимаю что это речь была не то что из него а из его кузина кузена ладно хорошо куда ехать там так у нас тут две точки видимо надо успеть по двум точкам ладно и попробуем успеть почему нет интересно сколько нам заплатят за это не удивлюсь если мало походу вообще принципиально не работаем за большие суммы хотя с чего я это решил пока мы еще не успели даже поиграть толком в это DLC сколько здесь миссий я не знаю и джимми это то адовое DLC точнее оба джимми это те адовые DLC где ну как DLC то обычные но вот у них самые адовые ачивки для тех кому это интересно тут такие потрясающие ачивки как убить тысячу человек но это в принципе еще ладно но есть более потрясающие ачивки типа проехать тысячу миль а вот это вот вообще жесть на самом деле потому что катайся не катайся ну вот пару часов реальных часов езды это там ну 100-200 миль а тебе надо тысячу накатать так что чтоб нагонять тысячу миль надо как минимум три раза пройти эти DLC по моему все равно еще придется дополнительно побустить так сказать эти ачивменты ай-яй-яй отвлекся ну ладно так так ну что мы почти приехали да так где у нас тут китайский квартальщик я так понимаю вот это вот да ребята почему по мне сразу стреляете откуда вы знаете что я плохой болзай так я так понимаю что здесь надо пострелять по всему да ну вот теперь у меня еще и розыск ну и че мне еще надо разнести что есть еще не разнес люди добрые люди добрые что я здесь еще не разнес ну блин найс ворк все еще нет я не понял сколько здесь можно все это разносить а картины все понял так тут кто-то прибежал народ так окей очень много патронов потратил но так окей что интересно а что интересно интересно то что у нас еще есть время чтоб наведаться во второй магазин как то очень вялая полиция реагирует что ли на все это надо понять еще как быстро разносить эти магазины то я стреляю во все подряд а вот там возможно нужно какие то определенные вещи только уничтожить если так ну окей так ну окей что я спустила я в offers мяу если мы это за каждой Где? Где, мистер полицейский? Что я еще тут не разнес? Все? Get to the safe zone, отлично. Только тут ребятки бегут, надо не встретить. Так, ладно. Так, ну давайте попробуем удрать в safe zone. Интересно, что для этого потребуется? А то у меня тут уже столько звездочек, что... Не, ну так неинтересно, ребятушки. Аж так и машина сейчас взорвется. У меня-то нет возможности вам ответить. Взаимностью. Нельзя так стрелять, я сейчас помру. Помер? Интересно. Интересно, а если бы я выскочил из машины у safe zone? Давайте еще раз попробуем, что... Вот такое вот неудачное начало. Вот меня люто в мафии 2 вымораживает то, что никто не тормозит при виде тебя. Вот что мне нравится в мафии 3, за что я мафию 3 полюбил сразу же. За то, что там, блин, люди... Ну, боты, не знаю. Смотрят вообще за тем, куда они едут. Здесь нет, тормоз, они не знают, что такое тормоз. Честно говоря, когда у тебя 4 звезды, удрать от копов, это не так и просто. Той же 3 мафия, они придумали там взрывчатку кидать в окно, чтобы можно было остановить преследователя. А здесь ты и стрелять не можешь. Град ты кидать из машины не можешь. Вот он привязался тебе, и что с ним сделать? Выбежать, расстрелять? Ну, можно, конечно, попробовать. Но я бы вот что-то... Не стал. Кажется, плохая-то идея. Так, где наши китайские друзья? Так, где наши китайские друзья? Так, где наши китайские друзья? Так, беги, женщина. Кто, что тебя задерживает? Ну, ребятушки, ну, нельзя так, ну, давайте уже. Продолжение следует... Что я здесь еще не разнес? Вот эти вот картины, да? Так, патроны кончатся. Что я здесь еще не разнес? Я не понимаю. А, вот еще, что я не разнес. Еще что-то осталось. Ничего не понимаю. Ну, я уже... Вот уже сейчас получил 4 звезды. И что это значит? Это значит, что мне жопа. Ну, блин. Ну, блин. Так, ну, давайте попробуем сесть в полицейскую машину. Ну, вот что это такое, а? Вот как тут? А, фак. Я не знаю. Я, наверное, вырежу, может быть, все фейлы. Или не буду. Это забавно. У меня вот пока реально как-то... Легкое пока непонимание, как здесь... С 4 звездами потом... Скрываться от ментов и ехать на новую точку. Ну, или, может, не надо скрываться. Может, надо было переждать в магазине, и точки бы сами пропали. Ну, или точки-звездочки. Простите. Так, полиция. Полиция мне здесь не нужна. Она мне будет только мешать. Ну, а с другой стороны... Париться по его поводу тоже смысла нету. Тут вон, ребятки. Ну-ка, давай-ка. Так. Сейчас нам можно разнести это место так, чтобы... Так, чтобы... Так, чтобы... Может, и можно. Так. Ну, пока неплохо. Может, так и надо делать, на самом деле. Ну-ка, попробуем сейчас спрятать оружие. И выйти. Смотрите, правда. Они на нас даже не нападают. Видимо, в этом была моя главная ошибка. Что я пытался воевать с полицией. Ну, что ж. Учимся, учимся, господа. Первый раз прохожу этот ДЛЦ. Не все особенности еще. Пока понял. Давай. Давайте, наверное, уже так просто не уйдут. Да, они же сюда попали. Опасите, опасите, опасите! Смехи! 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 Так, у меня кончаются патроны. Это плохо. Так, и все пропало. Ну, хрен знает. Еще что-то не разнес? Найс ворк! Что тут еще цело? Реально, ребятки. Какие здесь еще места? Я не расстрелял. Да, блин. Вот реально. Вот что здесь еще цело? Пойди пойми, блин. А теперь нормально. Теперь нормально. И более того, нас не преследуют. Попробуем к сейв-плейсу подъехать с другой стороны. Чтоб не ввязываться в эту перестрелку. Да, е-мое. Засмотрелся главное на таймер. На компе и влетел. Вот так вот. Будьте внимательны за рулем, ребята. Это такая школа жизни. В реальной жизни так же. Засмотритесь в телефон, и вы уже в полной жопе. На капоте бабушка. И вообще все очень плохо. Так. Ц-шечка. Ну, то есть совсем жиденько. Жиденько прям как вот, как кал. Ну, я согласен. Плюс еще, лично у меня это тоже как-то не очень вышло с третьего раза. Ну, прошу прощения. Вот такой вот у меня порой процесс обучения. Так, тут реал. Не забывайте использовать апартаменты в городе в любое время, когда вы хотите. У каждой квартиры есть гараж, где вы можете парковать свои машины. И гараж общий для всех квартир. Карта квартиры вы можете найти на карте. Ну, то есть сохраните там свои машины и радуйтесь жизни. Смотрите. Мы полностью разнесли два магазина и получили за это, вуаля, 100 баксов. Так. Да, мы действительно, мы безумно дешевые киллеры, я бы сказал. Учитывая то, что мы сейчас сделали. Что у нас тут? Ну, что ж, мы получили первую звездочку. Не знаю, сколько всего этих звездочек будет. Но, потихонечку, не спеша, будем их проходить. Что ж. Не могу сказать, что начало вышло бодрым. Но, вот как-то так у нашего лысого дружка, под моим руководством, все это началось. Что ж, если вы еще не выключили и до сих пор смотрите, наверное, вам будет интересно посмотреть, что же мы с нашим лысым другом будем делать в следующих сериях. Приключения Джимми только начались. И что-то мне подсказывают они будут долгими-долгими. Спасибо за просмотр. На сегодня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok